Друзья, приветствую! Юрий из Одинцова Московской области прислал посылку с образцами масла Lookwell Genesis Armartec HK530. Это полнозольное масло по АПИ это SLCF. Так, сейчас покажу вам. Две баночки, свежая отработка и описание автомобиля и условий эксплуатации. Автомобиль очень интересная. Это Skoda Octavia A7 FL 1.8 Turbo. Смотрите, на третьем стейдже без катализатора. Мощность уже более 75390 лошадиных сил с 1.8. Шикарный, без доливок, с высокой средней скоростью. Ну и вот баночки. Так, это у нас банка со свежим. И отработка. Отработка, к сожалению, прилилась. Сейчас я ее почищу, подпишу. И можно будет приступать к созданию эталона. Данного масла еще не было, поэтому я создам эталон. Закладываю пару капель в кювету. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. И вот такая картина. Смотрите, значит, ну практически здесь эстеровых горбов нету. Ну да, такое. Значит, в районе 0,08. Значит, показатели должны быть близки к реальным щелочного кислотного. Давайте посмотрим, что он намерит. Так, 103% по противоизносным присадкам. Очень близко. Это, в общем-то, 3% это погрешность. Я выставляю как 100%. Далее, посмотрите, что намерил прибор. Кислотное 1,72, а щелочное 10,4. Для полнозольного масла. То, что, как бы, типичные значения, скажем так, да. Так, гликоль, сажу подкорректирую. Вот. Ну, можно сохранять и приступать к проверке отработки. Интересно, как отработает Лукойл в таком нагруженном моторе. Да, более чем в два раза мощнее стокового. Значит, пробег на масле 7,5 тысяч, 235 мотор часов, средняя скорость 39. И топливо используется Газпромнефть сотая. Ну да, объяснимо, чтобы уменьшить риски детонации. Лучше, конечно, высокооктановое число. Так, смотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 38%, 7% гликоля. Но здесь это за большой долей вероятности. Гликоль – это из высокооктанового топлива. Там часто добавляют спирты. Насколько я понимаю, нитрование, окисление в норме. Есть небольшое количество сажи. Мотор неплохо настроен. Ну и высокая средняя скорость тоже способствует меньшему количеству сажи. Более эффективно топливо сгорает. Подросло, в принципе, ну, чувствуется, что такой мотор нелегко. 2,91 кислотный и 5,8 еще очень хороший остаток по щелочному. Видите, есть запас. Вот, все неплохо. Вот. Да хотя и по большому счету и кислотная нормально. 1,2 всего, да, на 235. Да, ну, типичное значение, в общем-то. Да-да-да, что-то мне сразу показалось. Так, я не прав. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Интересно, полимерный загуститель. Блин, в таком моторе. Давайте посмотрим. А ничего особо не произошло. Есть небольшое разжижение, но это может быть, там, знаете, атмосферная влага или небольшое количество топлива. Шикарно вообще. Я посчитал, это 7% от расстояния до красной зоны. То есть от 100% это 7 всего. Вообще. Пренебрежительно мало. Так, сохраняем. Не забудьте видео отметить. Подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления о новых видео. И давайте посмотрим, что по ресурсу получилось. Ну, вот видите, что было, что стало. Масло крепкое, большой запас. Большая дельта между щелочным и кислотным. Поэтому, вот, смотрите, какой результат. 11200. Это мой еще нейтрализующий свойство. 350 моточасов по нейтрованию. 11000. Ну, и по вязкости более 100 тысяч. Видите, да, с вязкостью вообще никаких проблем нет. Я считаю, что отличный результат в таком автомобиле. Я единственное, что порекомендовал Юрию. Он меняет на 7500. Но, видите, здесь ресурс как бы побольше. Я порекомендовал добавлять все-таки эстеров, полиэстеры. Может быть, масло Сунис компрессорное. Для такой дополнительной защиты, как беззольный, значит, противоизносную присадку. И будет лучше защита в таком нагруженном моторе. И, как бы, значит, рисков здесь все-таки возможно, что турбина так наяривает, что подъедает там. Ну, часто в турбомоторах больше расход, значит, противоизносной присадки. Ну, чаще всего это же подшипники скольжения в турбине, да, и очень высокие обороты там в некоторых моделях до свыше 200 тысяч оборотов. Соответственно, любая там какая-нибудь мелкая крошка или кусочек кремния там из масла может нарезать там нормальные борозды. И поэтому туда больше противоизносной присадки, на мой взгляд, уходит. Может, я ошибаюсь, поправьте. Вот такая картина. Я думаю, что если добавлять небольшое количество, там, 5, максимум 6% полиэстеров каких-нибудь, то ресурс может немножко сократиться, но, меняя на 7,5 тысяч, мы получим и дополнительную защиту. Вот, и очищать может дополнительно. То есть, ну, мне кажется, это будет оптимально. А так масло отлично отработало в таком моторе. Мотор прекрасный, автомобиль. Молодцы, конечно, в группа делают такие крепенькие штуки. Вот. Ну, вот такой тест. Судите сами про масло. Я считаю, что масло достойное. Показалось достойно. Вот. Благодарю Юрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok